Кроме того, на сессии был одобрен ряд законопроектов социальной направленности. Несмотря на сложное финансовое положение, власти округа продолжают наращивать объемы поддержки людей высокого возраста. Во втором окончательном чтении депутаты приняли изменения в закон о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан. В данном случае речь идет о тружениках тыла. Данным законопроектом предлагается внести дополнительную меру социальной поддержки в виде однократной единовременной компенсационной выплаты в размере 50 тысяч рублей на проведение ремонта жилья лицам, проработавшим в тылу в период с 2 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированный институт СССР, а также лицам награжденным орденами и медалями СССР за самостоятельный труд в период Великой Отечественной войны. Поддержку государства получат и одинокопроживающие и неработающие пожилые граждане, которые являются собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. Для пожилых людей указан категории, достигшей возраста 70 лет, устанавливается компенсация оплаты взноса на капитальный ремонт в размере 50%. Гражданам, достигшей возраста 80 лет, предлагается полное освобождение от оплаты взносов на капитальный ремонт. Данная мера социальной поддержки распространяется также и на пожилых граждан, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Кроме того, пожилым гражданам не придется оплачивать взносы на капремонт в стопроцентном объеме, а затем возвращать средства или часть средств в виде компенсации. Льгота предусматривает либо полное освобождение от оплаты, либо оплату 50% взноса. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.